Хочу поделиться с вами радостной новостью появления на свале этой орхидеешки детки. Для меня это было действительно сюрпризом, поскольку этот гигант фаленопсис меня и так непрерывно радовал то цветение, то листолистика, то мощная розетка корней, а сейчас эта орхидея растит цветонос и теперь плюс ко всему перечисленному сверху еще и детка. Все что нужно для счастья архамана, все в наличии. Именно поэтому в этом видео я хочу больше уделить внимание не только факторам появления детки, но и другим не менее важным вопросам по типу как нарастить корни или стимулировать появление цветоноса. Для этого на берегу, сразу говорю, никаких фитогормонов я не применяла. На самом деле в который раз убеждаюсь, что мы своими действиями в состоянии только помочь, но не заменить. То есть никаких корневинов, кетерооксинов и рибавов я не использовала. Для листиков тоже не борщила с азотом. Как видите растет цветонос, а значит калия и фосфора растению хватает для цветения. И тем не менее судя по мощности куста зеленой массы и появлению детки, с азотом тоже все в порядке. Возникает логичный вопрос. Как и почему? Все проще, чем кажется. Правильный уход. Другими словами, пролив плюс опрыскивание плюс утопрение. То есть влажность и питание. Азы успеха. Остальные дополнительные действия по типу стимуляторов я тоже проводила. Несколько раз опрыскивала добавлением перекиси водорода и несколько с янтаркой. В любом случае это только пошло на пользу, но подчеркну, не заблуждайтесь. Это не исправит ошибки ухода. Если вы будете лениться и не обеспечивать необходимую влажность, все остальное это только второй план, который не принесет должного эффекта. Я говорю это к тому, что я против условного полива методом погружения раз в неделю, поскольку работа, дети, коты и другие заботы по дому. Мои подруги Архаман ни одно растение загубили за счет нехватки времени. В таких жизненных случаях, между прочим, в котором я тоже отношусь, 24 часа не для нас, так сказать, я советую только пролив и повышенную влажность, чередуя с подкормкой. Другой вопрос, как быть летом, когда при 26 градусах комнате и 70 относительной влажности можно жить, а не только париться, в прямом смысле слова. Если честно, для меня это до сих пор остается загадкой. Единственное, как я пытаюсь с этим бороться, понижать температуру. В этом лучшие помощники частое проветривание, вентилятор, кондиционер и притенение от солнца в час спик жары за счет ролета. Знаете, что я еще заметила спустя время? Никогда не пытайтесь забиться от своих любимцев здесь и сейчас. Хочу детку, хочу корни или по велению цветонос. То есть, если растения по общему состоянию чувствуют себя хорошо, то биологически и генетически у него заложен рост. И дайте ему, пожалуйста, хоть иногда самому решать и выбирать, хочет он дать детку или в очередной раз пустить воздушный корень. Не старайтесь слепо пичкать свои орхидеи сульфатом калия в надежде увидеть появление так желанного цветоноса. Все это, в конечном итоге, кроме чреватости, не закончится ничем. Если у вас большая коллекция, вы, по моему мнению, уже должны были к этому прийти. Одни орхидеи неустанно растят цветонос и отцепление. Что бы ты им ни делал, не перестают цвести и все. Другие котами наращивают листву, становятся похожими на гигантов, места им уже не подобрать, чтобы вместить все их величие и мощь. Другие стоят с двумя листиками, но зато с нереальной розеткой корней, которым уже не хватает объема горшка, и они вьются как воздушные. И, безусловно, есть такие, как моя сегодняшняя красавица Фаленопсис. Все включено. Поймите, и возраст орхидеи влияет на это, и прошлое заболевание, все побочные эффекты опасных фунгицидов. Все-все оставляет свой отпечаток на общем внешнем виде. Поэтому в сегодняшнем коротеньком видео я хочу подытожить морально расчевание корней, листиков, деток и цветоносов. Влажность, свет и тепло, циркуляция воздуха. Остальное, по желанию, лучше меньше, чем больше. Вам не удастся обмануть ни себя, ни растения. Те существа, может, эффективны, но они никогда не заменят того, о чем идет речь. Кто смотрит мой канал давно, те знают мою позицию по отношению к параметрам ухода вдоль и поперек. Запомните, не существует одной единственной волшебной таблетки для всего и от всего. И фитоспорин, и перекись водорода, и янтарная кислота, и витаминные коктейли, и чеснок, лук, банан, картофель, крахмал. Все это очень деликатные темы для обсуждения, которые по незнанию приносят только вред. Суммирая вышесказанное, мало просто их любить. Важно рассеянный свет, пускай невысокая, но повышенная влажность, теплый климат. Хотя незначительный перепад температур дня и ночи пойдет только на пользу. Это часть необходимого процесса фотосинтеза. А также проветривание, чтобы не размножать болезнетворные микроорганизмы, которые так любят душные парки воздуха без циркуляции. А также подкормки, обязательно комплексные, не стоит играть с моно. Ну а на этом моя философия ухода подошла к завершению. Ставьте пальчик вверх, если понравилось видео.